Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Приветствую вас! Сегодня хотелось бы поговорить о таком актере, как Роман Полянский. Это актер театра и кино. Родился 9 ноября 1983 года по знаку зодиака Скорпион. Рост 187 см. Романа Полянского называют новой звездой российского кинематографа и театра. Обаятельные персонажи в его исполнении запоминаются с первых минут повествования, но не всегда они оказываются положительными героями. Артист в каждом из них находит частичку себя, иначе, как он считает, невозможно правдоподобно раскрыть образ. Роман Полянский родился в бывшей столице сибирского казачьего войска и красивейшем городе России, Омске. Уже в детском саду стало понятно, что растет актер. Мастерски сыгранная главная роль в детсадовском спектакле «Щелкунчик» подсказала его родителям, в каком направлении развивать сына. Они отвели Романа в музыкальную школу, где он усердно обучался игре на кларнете на протяжении шести лет. После окончания общеобразовательной школы Роман Полянский продолжил совершенствовать музыкальный талант. В родном Омске будущий артист выбрал музыкальное училище имени Шабалина, где четыре года оттачивал мастерство игры на кларнете и даже освоил новый инструмент – тенор-саксофон. На втором курсе училища Полянский отправился в театральную студию. Игра на сцене настолько увлекла Романа, что на четвертом курсе он твердо решил идти по этому пути дальше. Поэтому начинающий артист отправился в Москву. И в 2004 году поступил сразу в два театральных вуза – знаменитое Щукинское училище и школу-студию МХАТ. Он выбрал Щуку. На курсе Владимира Иванова Роман Полянский оказался в числе успешных студентов. С будущей женой Роман познакомился, когда учился в Щукинском театральном вузе. Дарья – живая однокурсница Полянского. С тех пор артисты идут по жизни рука об руку. Семья для актера чрезвычайно важна. Личная жизнь Романа Полянского сейчас – это любимая супруга Дарья и обожаемая дочь Марфа. Актер любит детей и всячески балует свою дочку. По словам исполнителя, каждой девочке важно слышать с ранних лет комплименты в свой адрес. Это сформирует у нее характер без комплексов и поможет построить здоровые, счастливые отношения в будущем. Как утверждает артист, его жене приходится нелегко, ведь иногда он настолько вживается в роль, что трудно из нее выходит. А играть Роману приходится не только позитивных и обаятельных парней, но и часто отрицательные роли. Но Даша умеет понимать и сглаживать острые углы, ведь она и сама актриса. А в 2017 году фанаты Романа Полянского заговорили об изменениях в личной жизни любимого актера. На странице Марии Куликовой, звезды Склифосовского, в Инстаграме появилось свадебное фото, на котором Полянский и Куликова предстали в образе жениха и невесты. Подписчики засыпали пару поздравлениями и комплиментами. Но Мария убила сенсационность подписью «Киношный Романевич». Как оказалось, звезда российского кино снимались на тот момент в новом проекте, название которого держалось в секрете. Позднее стало известно, что это мелодрама от ненависти до любви. На возникающей вопросе о родстве Романа Полянского и артистке Елены Полянской актер отвечает, что они всего лишь однофамильцы. По окончании Шукинского в 2008 году Романа Полянского приняли в столичный театр имени Вахтангова. На этой сцене он выступал два года. В 2010, как говорит сам актер, он ушел в свободное плавание. Еще до ухода из театра имени Вахтангова, Роман Полянский попробовал сына в новом спектакле Романа Виктюка. Примера состоялась в театре Виктюка и прошла с немалым успехом. Это и стало решающим фактором в решении Полянского перейти в другой театр. Тем более, что внешние данные актера соответствовали тому типу исполнителей, которые участвуют в постановках мастера. При росте 187 сантиметров вес артиста составляет 76 килограмм. В 2010 году роман появился перед театральными зрителями в образе Меркуцио и Лоренцо в постановке Ромео и Джульетта и главного героя спектакля Пердинанда. Биография же в кино Полянского началась еще в студенческие годы. На третьем курсе начинающий актер попался на глаза режиссеру Елене Немых, которая подыскивала артистов на роли в проект «Я вернусь». После первых проб романа утвердили. Полянский утверждает, что эта многосерийная лента оказалась для него отличной школой актерского мастерства. Ведь ему повезло работать на одной площадке со звездами российского кино. Александром Параховщиковым, ныне покойным, Елизаветой Боярской и Екатериной Васильевой. Сегодня артист считает эту работу лучшей в своей фильмографии. Сериал вышел на экраны в 2009 году. А вот первой серьезной работой, потребовавшей вдумчивости и даже мудрости, оказалась лента «Зеркала». Здесь роману предстояло играть мужа Марины Цветаевой, известного российского публициста и литератора Сергея Эфрона. Из фильмов, в которых позднее появился роман, стоит выделить картинки «Рейдер», «Время любви», «Маруся» и «Манекенчица». В ноябре 2016 года роман порадовал своих поклонников появлением в 12-серийном психологическом детективе «Научи меня жить» и мелодраме «Можете звать меня папой» режиссера Анарию Мамедова. В мае 2019 года в творческой жизни романа появилась новая страничка. Актер снялся в откровенном клипе украинской исполнительницы Алины Гроссов. По признанию певицы, Полянский воплотил на экране образ мужчины, рядом с которым хочется раскрываться с яркой стороны. Клип понравился не только поклонникам артистки, но и ценителям творчества романа. В этом же году на экране стартовал показ медийного детектива «Галка и Гамаюн». На этом рассказ подошел к концу. Пожелаем же роману еще много интересных ролей в фильмах и сериалах. Кому понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх. Кто не подписан на этот канал, подписывайтесь. Если вы у нас на канале не нашли своих любимчиков, то пишите в комментариях имя, фамилию и то, что бы вы хотели узнать и услышать. Мы обязательно исполним все ваши пожелания. А я вам желаю здоровья, любви, счастья, удачи, всех благ. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, мои дорогие. Не скучайте. Пока-пока.